Подземный переход на пересечении улиц Московской и Гукаева почти 20 лет пребывал в заброшенном состоянии. Прошлой весной на средства администрации Владикавказа его капитально отремонтировали. На входах в подземный переход установили металлические двери, заменили электропроводку, установили поручни, антискользящие покрытия, яркие светильники и камеры видеонаблюдения. Социальный объект и года не простоял целым, его испортили вандалы. Что произошло, выясняла моя коллега Галина Григорян. Вот так выглядит новый подземный переход спустя несколько месяцев после открытия. Облицовка на стенах деформирована, а в некоторых местах даже сломана. А вот здесь, видимо, когда-то была камера видеонаблюдения, которую тоже разбили. На всех стенах вмятины следы от ударов ног. Кто и, главное, зачем это сделал, непонятно. В компании, которая устанавливала камеры видеонаблюдения, рассказали, еще месяц назад ничего подобного не было. Все стены были целые и чистые. Примерно в середине ноября камеры зафиксировали троих молодых людей. Одну из камеры не сорвали, а две другие перевернули. На кадрах это видно. Так выглядел переход в прошлом году во время открытия. Стены облицевали керамогранитом, установили металлические двери, полностью заменили электропроводку. Отремонтированный переход здесь ждали давно, ведь движение на этом участке автодороги интенсивное. Но новый подземный переход радовал жителей города недолго. Я только на Новый год приехала, но мне сказали, что здесь было красиво. И что случилось? Ну что случилось? Воспитание. Вот и все. Родители виноваты. В администрации местного самоуправления Владикавказа разводят руками. Говорят, как бороться с вандалами, не знают. Молодежь наша, вот так относится сегодня к имуществу, не ценим то, что имеем. Если несовершеннолетние, то с несовершеннолетними тоже, независимо от возраста, будут меры приняты административного воздействия. И я так думаю, что в дальнейшем и родители понесут соответственное наказание, если это касается несовершеннолетних. Сейчас администрация Владикавказа пытается найти вандалов своими силами. Ущерб за испорченное городское имущество – несколько десятков тысяч рублей. И молодым людям придется за свои действия ответить. Галина Григорян, Сергей Гоглоев, Чермен Цураев. Новости Осетии.